Следователи и судьи начинают путаться в этом деле. Потому что они могут быть из другой страты. А вот так, вот в этом случае прав Александр. В этом и только в этом случае нужны эксперты-специалисты. Конечно, всегда должны быть. Да, не всегда, не всегда. Я согласен с Александром. Только в специальных случаях. Ну вот, и конечно обязательно учитывание контекста. Одно дело, значит, речь ненависти, произнесенная в комнате, а другое дело на площади. Одно дело, ну и так далее. В комнате тоже это может быть подстрекательство. Да, а, ну, в комнате сейчас не должно быть публичность. А комната подвеска? А мы здесь, если я сейчас... А под арфелектом приступим. Это не комната, это комната. Если здесь вслед за коллегой из памяти призамок тому, чтобы бить жидов, то вы пойдете, будете бить? Нет, наверное. А если я это сделаю на почте, то вы узнаете, может, кто-то и пойдет. Вот. Вот в чем дело. Контекция, интерпретация. Господа, недавно Михаил Николаевич Ванецкий одарил нас великолепным афористом. В начале было слово, но судя по дальнейшему развитию событий, это слово было непечатное. Значит, почему я выступил, топча вообще наших законотворцев, запрещение кривицы уголовной законодательства. Понимаете, уголовное ответственность за кредиту ничего абсолютно не прибавляет гражданско-правовом ответственности за деликт распространения сведений по рабочей чести, достоинства и несоответствующей действительности. Единственное, заведомость, вот и могу вам сказать, кредита при действительном применении ее в соответствии содержания практически недоказуема, потому что заведомость, это означает, что человек, который что-то говорит, он точно знает, где право, а где ложь, или выдумывает что-то такое несусветное. Но гражданско-правово ответственности вполне достаточно. Так вот, при применении статьи 282 в соответствии с ее конструкцией, ее очень трудно применить и доказать, потому что это преступление умышленное. Что такое направленное на возбуждение межнациональное и там религиозное, и какое там ненавистие, вот нужно доказывать человек, допуская какие-то высказывания, издавая какие-то книги, преследуя цель возбудить ненависть. Поэтому, вы знаете, не обижайтесь на меня, но у меня абсолютно как-то смешны были рассуждения в отношении Библии, понимаете, в чем дело. Каким образом доказывается умысел? Да, Верховский правильно, я сам сказал. Это очень тяжело. Так же, как там при хулиганстве, но, как догадались, мотив же определенный доказывать. Как? Ну, в единичных случаях, наверное, это можно доказывать. Я вспоминаю дело. Любовецкий дедушка был такой безверхиный, непокойный антисемитный шаминист из Питера. Он издал протоколы сионских мудрецов. Вообще, книга, которая признана двумя судами, ложными судем Швейцарии, судом Германии, он выдвинул версию такую, что он это издавал в коммерческих целях. Попробуй, опровергни. В отношении безверхнего это опровергли. Потому что будут установлены, что он кровью написал клятву, бороться с шагами. Доказан был умысел? Доказан был умысел. Вот единственный, пожалуй, пункт, по которому я с Верховским не согласен. В отношении списка определенного литературы, который является определенной разжигающей межнациональной ненависть. Кстати, это произведение лидеров нацизма. Еще раз повторяю. Если допустить открытое распространение без всяких ограничений. Майнкампф, Розенберг, Гебберса. Извините меня. Это можно сейчас спокойно рекламировать. Это можно коммерчески... Это коммерчески можно. А в чем Библия распространяется? Значит, это коммерчески можно, потому что Библия, исторический документ двухтысячеветней давности. Распространяется она, между прочим, христианскими конфессиями для того, чтобы пробудить любовь к ближней. Но вообще, только законченные антисемиты могут утверждать принадлежность Христа к еврейской нации. Таких, как вы. Такие, как вы. Так вот. Для чего это нужно? Для того, повторяю, что это можно открыто в таком случае рекламировать. Для чего делается запрет, с чем я согласен, это выводило свою противоположность. Потому что действительно это, ну просто-напросто, вы знаете, это совершенно вахханалие какое-то, признание этих тех. Но, если это поставит настоящую основу, я согласен, никаких тут лингвистической экспертизы, я просто не буду разливать, вы знаете, мои речи по уголовным делам в защите в Новотворске, в защите у Олега Ромова, я топтал все эти экспертизы. Но, такие экспертизы действительно могут быть в редких случаях. Но, мне представляется, если что-то человек глаголит «переспециальная аудитория», ну, Александр, как можно привлечь к ответственности, если специальная аудитория определенно воспринимает это как нормальное, каким образом можно привлечь к разжиганию. Извините, того, что есть. А в отношении других текстов, конечно же, поскольку это для неопределенного круга лиц, то понятно совершенно, что сами суды должны констатировать, это должно быть понятно. Значит, для чего делаются эти запреты? А вот для того, чтобы люди, которые действительно разжигают ненависть по отношению к определенным национальностям, конфессиям, не могли отговариваться те, что они это распространяют в совершенно других целях, для посвящения, для достижения выгоды какой-то получения, прибыли. Понимаете, какая ситуация? Вот поэтому, между прочим, Европейский суд это поддерживает. В той же Франции отрицание Холокоста. Европейский суд четко, совершенно в ряде своих решений говорит. Твердо установлены исторические факты, в обязательном отрицании которых нет, или сопровождается какой-то ложью фактически, должно влечь определенное ответственность. Это направлено не для развития науки, это направлено вообще-то для того, чтобы действительно разжечь вражду к определенной национальности. Поэтому я могу вам сказать, я согласен с тем, что 282-ю статью надо сильно-сильно ужать. Диспозиции разжигания ненависти, причем я согласен здесь, с призывами к насилию и дискриминации, либо явно указывающие на применение таких мер отделить от унижения достоинства по признаку отношения. Но это нужно оставить, я привел вам пример, примеры такие могут быть не единичные, в обязательном порядке это только рекоменализировать при применении насилия к человеку. По этой причине мне думается, что действительно 282-ю статью нужно сильно-сильно, конечно, подремонтировать. И статья последняя. Это очень важный момент. Я не считаю, что 282-я даже в подправленном виде может существовать в уголовном кодексе на века. Вот эти нормы, вот они как раз должны быть в законодательстве в какие-то конкретные периоды определенные. Можем ли мы сказать, что у нас такая ситуация, как в Америке, а не как в Европе? Второе, в Европе во всех уголовных кодексе, в всех странах есть нормы, которые криминализируют разжигание ненависти. Можем ли мы сказать, что у нас такая ситуация, как в Америке? Я лично сказать этого не могу, может быть, кто-то может не позитивить. Я хотел бы поблагодарить участников нашей панели дискуссии, которые нашли время, высказали интересные мысли. Ну, уже все, мы завершили, извините. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ